Все говорят, нельзя есть перед сном, можно есть. Особенности после тренировочного дня, да? Лучше творог, быстро сложный плод получается, казеин, овощей каких-нибудь, клетчатки поесть. Все ты ешь, получается то, что организм съедает то, что ты съел полезно, а не то, что ты наработал во время тренировки. Не считая того, что ты БЦА съел или еще что-то, да, там выпил больших количеств, нет. Это первоначально просто сбивает, машинально бьет в голову, то, что нет, у тебя не болит. На самом деле все мышцы молокна, которые разорвались, идут на рост, организм ночью начинает их поедать. Потому что нет достаточно того белка, чтобы он поглотил. Вот поэтому лучше перед сном творог, хорошая вещь. Творог, протеин, ну я вот предпочитаю настоящий творог. На рынок пошел, купил там грамм 150, лучше. А после тренировки, я вот иногда, если нет протеина, но денег всем люди, бывает, да? Кефир 0,1, орешек там, кейшу, фундук. На что денег хватает? Грамм 30 на развес. И один банан. В итоге получаются полезные жиры, омега-3, полезные углеводы, полезные калории. В одном банане 29, грубо говоря, калорий, в зависимости от массы его. Ну, на 2 часа, в принципе, он тебя зарядит, витамин он так, хороший. И углеводы в достаточном количестве запаса нападут. То есть ты восстановишься, то есть это перебьет аппетит. А если ты съел творог вообще с кефиром 0,1, без банана, без орехов, часа 3-4, ничего вообще не стоит есть, не пить, потому что не усвоится. Особенностью кофе нельзя пить после тренировки, потому что он не усвоится. Мышцы начнут просто разлагаться, те именно части, которые взорвались в молоку. А если ты еще белок вкидываешь, вообще работать ему, сразу прямая дорога в толчок. Как бы лучше воздержаться. И побольше теплой воды. Холодной вообще нельзя. Терморегуляция в организме нарушится. Да, вообще никак нельзя будет. И так, как будто выделение идет. Если мы не потерпим, то через каждый час, два у нас по температуре по градусу поднималось. В итоге 42 градуса питания исходят. Не зря мы потеем. То есть все это взаимосвязано. Просто чуть-чуть от питания отошли, вот все, к слову, к слову, к слову. Водичку с лимоном тоже хорошо пить. Я вот лично перед сном, что делаю, если у меня творога. Я съедаю хорошее количество грудки, либо говядины, если есть. Если этого нет, то я съедаю банка тунца, либо кальмар. Лучше тунца. Продают любому 1,67 рубля столько баночка. Полезных журов очень много. Нет плохих там журов. Консервная банка. Кто-то говорит, это плохо. Я бы не сказал, что это плохо. Это нормально. Мы живем в России, зарплаты у нас маленькие. И бабок не на все хватает. Пекинка, обычная пекинка. И банка тунца. Ну пекинка сколько? Ну клетчатки можно в любом количестве есть. Его съел с тунцом, отдохнул чуть-чуть, часик. Там полчаса водички напился, лимончик. Бай-бай. Не надо менять. Постоянно сидеть на одном и том же тяжело. Поджелудочно можно засадить. Я вот так 12 недель, когда сидел на наборе, считаю, ну сушился, выбирал. Поджелудочно чуть-чуть увеличил. Потому что организм был в шоке. Если я что-то другое мог съесть. Ну постоянно, я всегда готов, проносил, угощил, вместе ели. Пора ресторан открывать, говорю, в армянском... Как он называется-то? Силе, да? Как бы народная культа должна быть. Полезного питания. Полезного питания и здорового. Продолжение следует... Андрей, молодец, прости. Да, ну в большинстве СМ я заметил тут надо в паре. Да, снимать, конечно, тяжеловато. Рычаг, он в перевес сойдет. Конечно, сложно, но... В основном плане работы, амплитуды, биомеханики подъема, ну незаменимая вещь. То есть вот здесь вот накачивает, да, вариант исполнения, да, ручек. А здесь вот чуть под низ, она вот уже пошла, силовая работа, подключение как раз широчайшей мышцы еще в движении, да. И вот выводящая траектория с подъема. Молодой человек, это его зовут Илья. Вот не поверите, вот если вот узнаете, сколько ему лет. Илья, сколько тебе лет? 15. 15, он выше меня уже скоро на голову будет. Вот какие у нас вот есть ребята, да? Да. А девчонки об этом не знают? А девчонки пока об этом не знают, так что девчонки, тут такие парни, блин. Добро пожаловать, железные люди. Ну а вот такими молодцами, богатырями еще может гордиться Россия, так что дай бог. Руфь всегда и не славилась. Вот. И тренировки надо, белочки принимать, коктейльчики протеиновые, либо там кефирчик, там по возможности, там так же пара бананчиков, творожок. Ну как тут вот так. Ну скомбинировать банан и кефир. Творок, это уже сложный белок получается, правильно? Остальное быстрое. Ну быстрое усвоение. Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok